Привет всем! Когда депрессия – проблема, с чего мы начинать? Антидепрессантам, психотерапии, их комбинации. И как продолжать? Каким из названных вариантов? Взгляды разные. Одни ставят на антидепрессанты, другие – на психотерапию, третий предпочитает комбинацию подходов. Я на стороне тех, кто предпочтение отдает психотерапии, прибегая к антидепрессантам, когда не обойтись, но на короткое время. И очень осторожно, воздвигая психическому здоровью в позитивном направлении, чтобы уже затем довести дело до ума психотерапевтическими техниками. Я не психиатр, но с депрессией в разных вариантах силы единства человеческого организма и его реакции в здоровье и болезни, как всякий врач, встречался часто. И каждый раз у жизненителя так получалось, приходилось решать проблему депрессии и посредствия использования антидепрессантов. Был у меня отличный друг и партнер в науке, старше меня лет на 20, который не от медицины, но математической физики много с ним вместе интересного в кардиологии сделали. Супруга его страдала тяжелой депрессией, несколько лет назад они ушли на покой. Но в моей памяти, когда познакомились, супруга крепко была привязана к антидепрессантам и немало усилий пришлось приложить, чтобы их применение ограничить, заместив психотерапевтическими техниками. Когда обострения усиливались так, что становилось немало духом. Редко, но бывало. Просил он помогать госпитализацией и тогда лечилась в специализированном отделении Института неврологии и психиатрии. Без задней мысли к лечившим коллегам, замечу, что после выписки чаще состояние оказывалось более тяжелым, чем в госпитализации. И снова приходилось ставить акцент на психотерапию с уходом от антидепрессантов. Моя кредо, если кому интересно, подкрепленная и научной литературой, я изложу в этом видео под названием «Будьте осторожны с антидепрессантами». Не буду залазить в гибри истории сложившихся подходов терапии депрессий, отмечу только, что понимаю, под прессином фармацевтических гигантов приоритет отдается антидепрессантам, а психотерапия рассматривается как дополнительный метод. В качестве примера могу привести вот эту публикацию, в которой утверждается, что когда лечение антидепрессантами дополняется когнитивной поведенческой терапией, вероятность достижения по меньшей мере 50% снижения симптомов депрессии через 6-12 месяцев против такого с использованием одних антидепрессантов возрастает целых 3 раза. Чувствуете? Целых 3 раза! Это я о том, что привык. Так велики учителя воспитали. Начинать любую помощь пациенту с мешательства в образ жизни, в котором физическая активность по здоровью, правильно построенное питание, диета. Если депрессивные нарушения, безусловные психотерапевтические техники, в том числе упомянутая когнитивно-поведенческая терапия. Если так, то никак не присоединение когнитивно-поведенческой терапии к назначенным антидепрессантам, но напротив, аккуратно очень присоединение антидепрессантов к когнитивно-поведенческой терапии, когда не обойтись, что когнитивно-поведенческая терапия альтернатива антидепрессантам и сильная. Примерно вот эта статья. В ней показано, что в долговременной перспективе, а какая еще может быть перспектива здесь, когнитивно-поведенческая терапия не только превосходит терапию антидепрессантами, но и оказывается экономически более целесообразной, связанной в конечном итоге с меньшими финансовыми потерями на лечении. Так что если депрессия, выбор за вами, как терапию начинать и проводить. Но мой выбор таков. Мешательство в образ жизни, включением психотерапевтических техник и присоединение антидепрессантов, лишь когда надо, на время которое надо и минимально возможных терапевтических дозах, дающих клинический эффект. И никак иначе. Кто вооружен, тот защищен. Спасибо за лайки, реакции, подписку. И да пребудет с вами здоровье.